Друзья, всем привет! Я снова рад вас приветствовать в новом видео. Сегодня я отвечу на вопросы, которые в последнее время вы часто задаете и расскажу о будущих планах. Ну, так, обо всем понемножку. В общем, первый вопрос. Что я, где я, почему я пропал и почему стали выходить реже видео. Первая причина, друзья мои, она же самая главная, что сейчас много работы и не совсем хватает времени на видео. У меня, конечно же, есть отснятый материал какой-то там, который я буду потихонечку монтировать и выпускать видео. Поэтому, как бы, видео будут такие, там, немножко с опозданием, но в любом случае лучше, чем вообще не было бы видео. То есть, как бы, одно, ну, максимум, я думаю, два видео в неделю будет. Ну, возможно, даже в какую-то неделю и не получится у меня смонтировать ролик. Так что уж не обижайтесь, возможно, будет интересно какие-то более старые видео посмотреть. В любом случае, я буду стараться регулярно делать вот хотя бы одно видео в неделю. Поэтому пока потерпите. В дальнейшем все точно наладится, и видео станут выходить как можно чаще. Какие же планы дальше у нас на будущее, так сказать? Я планирую, друзья мои, что буду ходить куда-то кому-то в гости и смотреть чьи-то аквариумы. Мы будем их рассматривать. Их владелец будет делиться информацией, как он с чего начал, и чем закончил, что он пробовал, нравится ему или нет, какие у него были ошибки. Ну, в общем, все в таком роде. Начнем, как бы, там, возможно, с каких-то более простеньких аквариумов. Ну, а в дальнейшем у нас будут аквариумы уже такие серьезные, которые там у людей либо продвинутые травники, либо там какие-нибудь большие аквариумы, где там будут цихлиды содержаться. Ну, это так, в двух словах, с некоторыми людьми я уже договорился, ну, устно, понятное дело, что договорился, что вот, там, приеду к гости, там, и сделаем обзор аквариума. С некоторыми пока еще только планирую начать общаться. Пока это все такое в сыром виде. Если у вас есть желание показать свой аквариум, то пишите мне либо там в ВКонтакте, либо в Фейсбуке, ну, в любой социальной сети. И, там, в двух словах, там, расскажите про свой аквариум и напишите, что вот есть желание его показать людям и о нем рассказать. Я думаю, что мы в любом случае о чем-то договоримся. Конечно же, приоритет у меня вообще город Харьков, так как я в нем живу. Ну, возможно, конечно, и Украина в целом, потому что я тоже планирую кое-кому съездить по Украине в гости и там отснять интересные аквариумы. Но дальше насчет России пока, ну, еще так, все. Не очень, так как поездки туда, сами понимаете, что эта сумма не очень маленькая будет. Поэтому, ну, пока только в планах, в дальнейшем посмотрим. Не будем сильно так загадывать и распыляться. Пока так. По поводу склейки аквариума того, что я слел. Увидел там, некоторые возмущались люди, что-то там пытались переубедить меня в чем-то. Друзья мои, это я вам показал один из способов склейки. Я не сказал, что он там идеальный. Я не сказал, что он там самый лучший. Я показал просто, что он существует. Таким способом можно склеить аквариумы. И тем более, мне еще писали, вот там большой аквариум. Вы внимательно переслушайте ролик. И где с Алексеем я записывал его. И где я сам рассказывал. И внимательно послушайте. Я там сказал, что это подходит для маленьких аквариумов. Точно так же и Леха говорил о том, что это максимум для аквариумов до 80 литров. То, что это самый простой способ, я убедился сам в том плане, что если вот вы начинающий аквариумист, ну или там не склеивали аквариумы, сами порезали стекло, там, например, сами его склеиваете, то этот способ может вам простить некоторые ваши погрешности в склейке аквариума. Где тот уже аквариум, который там надо четенько все порезать, то там, если вы где-то что-то накосячили, то эти косяки как бы будут видны. В этом же способе склейки эти косяки можно, можно прикрыть этими нюансами там некоторыми. Ну, вдобавок, наверное, на радость тем людям, которые все-таки там сыпали негатив. Я скажу, что аквариум действительно потек. Он не выдержал, так сказать, проверку. Но там все это незначительно, все это устраняется. Какая причина этого всего, я рассказал в одном из видео, но, наверное, его еще пока я не смонтировал, поэтому это видео выйдет раньше, чем то, потому что поймите, войдите в положение, как я сказал раньше, что пока не хватает на все время. Вроде бы все так кратенько постарался объяснить, почему реже выходит видео. В дальнейшем только будете мне темы поддавать, писать, а я буду их себе там записывать. И в дальнейшем, конечно, по этим телам я сделаю видосики. И не забудьте оставить свою заявочку, если у вас есть что показать из аквариума. Либо, может, вы хотите там рассказать или показать свой способ склейки аквариума или резки стекла, или вы там находитесь в городе Харьков, например. Да, приглашайте, приедем в Севастнике. Либо, возможно, вы занимаетесь разведением рыбок, и у вас что-то там интересное есть такое. Пишите, с удовольствием вам приеду, с удовольствием сниму с вами видео, и, конечно же, покажем это все всем на всемирное обозрение. Хорошего вам настроения, всех благ, удачи, Благодарю за просмотр, и до новых встреч в новых видео. Пока-пока!